В музее имени Дягилева СПБГУ открылась выставка «Живая женская живопись». Здесь можно увидеть 94 произведения искусств 18 петербургских женщин-художниц. Она уложила спать детей, внучков, например, и где-нибудь у себя на кухне начинает рисовать, потому что у нее просто руки чешутся, у нее подребность заниматься искусством. И вот в отличие от большинства современных художников, которые занимаются искусством для других, делают его на показ для галерей, это такое наивное, с одной стороны, с другой стороны, идеальное состояние искусства, которое очень важно сейчас показать, на мой взгляд. Изначально женщины в искусстве не были представлены столь массово, как сейчас. Во второй половине XX века с основанием таких художественных движений, как Орден Нищенствующих Живописцев, Старая Петерковская Школа, Эрмитажники, Новые Художники, Медьки, возросло количество женщин-художниц, что дало начало образованию современного женского движения, ленинградско-петербургской традиции. Некоторые из художниц, представившие свои работы на выставке, считаются признанными звездами петербургского искусства. Другие же имеют своих почитателей и пользуются большим авторитетом. Я представлена на этой стеночке тремя картинами. Эти картины были написаны до 24 февраля. С этого момента я больше не беру ярких красок в руки. Жизнь резко изменилась. У меня был лучезарный такой этап в жизни, когда мне хотелось сделать работу ужасно яркой и показывать эту красоту вокруг. Сейчас это уже прошлое. Настоящее будет только ЧБ. Может быть, чуть-чуть золота и серебра, как на иконах. Дело в том, что у каждого художника бывают разные периоды. У меня был серый период, я изучала зеленые, я очень занималась красными. А сейчас у меня был апофеоз цвета, вот последний период. Вообще по профессии скульптор. Но поскольку скульптор, это же... Ну, кисточки-то в руки взять не запрещено, понимаете? Поэтому получается, что я делаю все. Сью тряпки, крашу картинки маленькие, большие, без разницы. А вот это вот, я за мамой ухаживаю, это называется «Черно-белые дни». День серенький, день черненький, день посветлее, день потемнее. А в принципе, все одно и то же. Ванна, кормежка, кормежка, ванна. Помыли, положили, покормили, снова сначала опять. Так и пишешь, сидишь. Для чего? Вопрос интересный. Ответ на него, собственно, один. Не для чего. Но, если этого делать не будешь, помрешь. Вот тебе все дела. Картина называется «Багаж». Тут и написано «Любовь», «Знание», «Опыт», «Счастье». Все, что мы накопили за всю жизнь. И последний чемодан открытый с игольным ушком. То есть, что мы можем взять с собой в следующее путешествие. Как мы видим, художницы больше тяготеют к традиционным жанрам – натюрморту, пейзажу, портрету и интерьеру. В картинах отражена повседневность при большом приближении. На чем фокусируется внимание женщин-художниц? Это бытовые предметы, дети, близкие люди, магазины. Таким образом, художницы, наблюдая обыденность и повседневность, выражают свое мироощущение через искусство. Произведения художниц относятся к каллиграфическому типу письма, а также к постимпрессионистической, неоэкспрессионистской и граффитистской стилистике. На самом деле, все картины вызывают какое-либо чувство. Иногда это чувство любви, иногда чувство весны, иногда это скорбь, иногда это тяжесть. И мне кажется, все картины, которые находятся здесь, не оставляют равнодушными от этого ценности этой выставки. Выставка открыта для посещения в будние дни до 1 апреля в выставочном зале музея имени Дягилева по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 11. Айгирим Дусимбай, Евгений Горяев, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.